Жизнь в СССР была полна контрастов и противоречий, особенно когда речь заходит о финансовом благополучии граждан. Средняя зарплата в СССР колебалась от 115 до 145 рублей, что создавало определенный уровень жизни для большинства советских семей. Однако существует множество мифов и заблуждение о том, как на самом деле жили люди, имеющие такой доход. С одной стороны, распространено мнение, что при зарплате в 150 рублей можно было жить комфортно и без забот. С другой стороны, исторические данные и свидетельства тех времен часто рисуют более сложную картину, указывая на различные экономические и социальные трудности. Сегодня мы попытаемся разобраться в реалиях советской экономики и быта, чтобы понять, какова была жизнь на 150 рублей в месяц. Мы рассмотрим исторический контекст, социальную структуру, бытовые аспекты и культурные особенности того времени. Экономика СССР представляла собой уникальную систему, которая во многом отличалась от рыночных экономик западных стран. В период с 20-х по 80-е годы Советский Союз пережил значительные экономические изменения, которые оказали влияние на жизнь каждого гражданина. Страна прошла путь от индустриализации и коллективизации до перестройки и либерализации экономики. В 30-е годы во времена первых пятилеток СССР сделал акцент на развитие тяжелой промышленности и коллективизации сельского хозяйства. Это был период стремительного экономического роста, но также и времена больших социальных потрясений и трудностей для населения. После Второй мировой войны в 50-е годы экономика СССР продолжила расти, хотя и с меньшими темпами. В это время началась эра оттепели, когда были предприняты попытки смягчения жесткой сталинской политики, что привело к некоторому повышению уровня жизни граждан. 60-е и 70-е годы ознаменовались попытками модернизации и улучшения производительности труда, но эти усилия часто сталкивались с бюрократическими препятствиями и неэффективностью. В эти десятилетия зарплата и стоимость жизни в СССР продолжали расти, но темпы экономического развития замедлились. К концу 80-х годов, в период перестройки, экономика СССР столкнулась с серьезными проблемами. Падение цен на нефть, увеличение внешнего долга и рост инфляции. Это привело к снижению уровня жизни и увеличению социального недовольства, что в конечном итоге способствовало распаду СССР. В контексте жизни на 150 рублей эти экономические эпохи определяли, что именно можно было купить на эту сумму, какие товары были доступны и какие социальные программы поддерживали граждан. Это было время, когда зарплата в 150 рублей могла означать разное в зависимости от десятилетия и региона страны. В СССР социальная структура была тесно связана с государственной идеологией и экономической политикой. Она отражала уникальные аспекты советской жизни, где классовая дифференциация была заменена стратификацией на основе профессионально-должностного статуса и ведомственной принадлежности. Верхушку социальной лестницы составляла номенклатура «правящий класс», который включал в себя высших партийных функционеров и государственных управленцев. Эта группа обладала значительными привилегиями и доступом к ресурсам. Следующей шла относительно небольшая группа среднего класса, включающая директорат и верхний слой интеллигенции. Эти люди занимались управлением предприятий, научной и культурной деятельностью. Базу социальной структуры формировали рабочие и колхозники, а также представители интеллигенции, средней и низшей квалификации. Они составляли так называемый класс наемных работников, где государство выступало в роли нанимателя. На самом нижнем уровне находились представители социального дна, которые сталкивались с наибольшими трудностями в получении доступа к социальным благам и услугам. Система премий, надбавок и доплат играла важную роль в социальной структуре СССР. Она влияла на доходы и социальный статус, стимулируя работников к достижению высоких результатов в труде. Различия в доходах между профессиями и регионами были значительными. Например, рабочие промышленности и строительство зарабатывали больше, чем сельскохозяйственные работники, а сотрудники науки и культуры меньше, чем специалисты в военной и экономической сферах. Таким образом, социальная структура СССР была сложной и многоуровневой, где каждый слой общества играл свою роль в социалистической системе и вносил свой вклад в развитие страны. В быту советского человека стоимость товаров первой необходимости и услуг играла ключевую роль. Цены на продукты, товары и услуги в СССР регулировались государством и редко подвергались изменениям. Например, стоимость литра подсолнечного масла оставалась одинаковой в течение десятилетий. Однако такая стабильность цен часто сопровождалась отсутствием ассортимента, длинными очередями и дефицитом товара. Дефицит товаров в Советском Союзе начался в 60-х годах и продолжался до конца его существования в 91-м году. Это было время, когда даже самые обычные товары первой необходимости периодически исчезали из продажи. Например, в 69-м году начался первый в СССР массовый выпуск туалетной бумаги, что указывает на предшествующий ее дефицит. Система карточек и талонов была введена для регулирования распределения дефицитных товаров. Это позволяло государству контролировать доступность товаров и сдерживать инфляцию, но также создавало дополнительные трудности для населения. В то же время качество советских товаров часто было высоким. Например, по ГОСТу на 100 килограмм готовой вареной колбасы приходилось 25 килограмм говядины высшего сорта и 70 килограммов полужирной свинины. Это подчеркивает, что несмотря на проблемы с доступностью, качество продукции оставалось приоритетом. Также хочется сказать, что продукты питания, такие как хлеб, молоко и мясо, а также основные услуги, включая коммунальные платежи, транспорт и медицинское обслуживание, были субсидированы государством. Это позволяло поддерживать низкие цены и делало эти товары и услуги доступными даже при скромном доходе. Например, стоимость килограмма картофеля в 80-м году составляла 14 копеек, что в перерасчете на сегодняшние деньги соответствуют примерно 37 российским рублям. Тем не менее, система регулирования цен порождала и негативные последствия, такие как дефицит товаров и длинные очереди, о которых мы говорили уже ранее. Вспоминая культовый фильм «Москва слезам не верит», мы можем увидеть живописные портреты жизни в СССР. Людмила, приемщица химчистки, зарабатывающая 120 рублей, и Катерина с Гошей, чьи доходы вместе превышали ее годовой заработок за месяц, являются яркими примерами разнообразия экономических условий того времени. Гоша, хотя и пролетарий, работал в НИИ и, благодаря высокому разряду своей квалификации, имел оклад от 230 до 300 рублей в месяц. Катерина, занимая должность генерального директора крупного производственного объединения, получала оклад от 300 до 330 рублей, который в середине 80-х вырос до 430 рублей. Однако их доходы не ограничивались только окладом. Сложная система премий, надбавок и доплат играла значительную роль в формировании их финансового положения. Гоша получал премии за выполнение плана, которые могли достигать до 80% его зарплаты, а также надбавки за профессиональное мастерство и вредные условия труда. К середине 80-х он, вероятно, получал и надбавку за высокие достижения в труде. Катерина также регулярно получала премии, включая ежемесячные выплаты за выполнение плана, которые составляли до 75% ее зарплаты. Эти персонажи отражают реальность советской системы вознаграждений, где премии и надбавки часто превышали основной оклад, становясь значительной частью дохода. Катерина, будучи депутатом массовета, и Гоша, специалист высокого класса, демонстрируют, как успешные профессионалы могли достигать финансового благополучия в условиях советской экономики. Но, к сожалению, таких было меньшинство. В заключении выпуска о жизни в СССР на 150 рублей, мы можем отметить, что эта тема раскрывает множество аспектов советской действительности. Она позволяет нам увидеть, как экономические, социальные и культурные факторы взаимодействовали, формируя уникальный быт и образ жизни людей. Советский Союз был страной с высоким уровнем социальной защиты, где государство стремилось обеспечить каждого гражданина необходимым минимумом для жизни. Однако, это также была страна с централизованной экономикой и плановой системой, что порождало дефициты и очереди. Фильм «Москва слезам не верит» является одним из ярких примеров, отражающих эти реалии. Он показывает, как различные персонажи, живущие в одно и то же время, могут иметь совершенно разный уровень жизни и возможностей. В итоге, жизнь в Советском Союзе на 150 рублей была полна противоречий и вызовов, но также и возможностей. Это было время, когда общество стремилось к равенству и стабильности, но также и к личному росту и развитию. Именно эти истории помогают нам лучше понять и оценить сложность и многообразие советской эпохи. А на этом все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok